Чё ищете? Я так нахожу перед работой с российских дикарей поржать. Дикие очень вкусные. Ну поржитесь, пеня. А вы русский? Я американец. Так а чё я буду с вас ржать, если вы американец? Вы, значит, нормальный человек, не дикий, не тупой. Да? Я не дикий, не тупой. Ну я русскому. А чё я буду с вас ржать? Я захожу с российских дикарей поржать. Дикие и тупые. А чем они дикие? Ну смотрите, может ли нормальный цивилизованный человек, в здравом уме, имея честь и совесть, убивать, насиловать, грабить? Или оправдывать эти все преступления? Может? Не может. Ну вот смотрите, я тут захожу, 9 из 10 россиян рассказывают, как они хотят захватить Украину, нас тут потрахать, поубивать, потом выигнать наших. Ну тише. Это же обыкновенные дикари. Это смешно слышать. А я вот ни от одного что-то не слыхал, русского, что он мечтает захватить Украину. А где вы таких находите? В чатру летку зашли. Я говорю, 9 из 10. Прямо таки говорят, хотим захватить Украину? Да, ой, они тут такого рассказывают. А зачем? Я не знаю. Ну тише. Они обосновать это не могут. Дише. Они вообще ничего обосновать не могут. Помните, был такой академик Павлов? Он в начале прошлого века жил. Он опыты над собачками делал, над людьми делал опыты. Потом сделал выводы, что у великоросов отсутствует причин наследственной связи. Ну тупые. Ага. А мы с вами не... Подождите. А вот что они, что вы, что я, мы же с Советского Союза? Ну и что? Ну и что? И то есть, и где, значит, та грань разграничения, я не понимаю. Какая? Ну вот, как вы их разграничивает, я не понимаю. Что? Людей, которые, вот так скажем... Опять, я вам только что рассказывал обыкновенный вопрос. Можете нормальный цивилизованный человек стремиться убывать насиловаться? Конечно. Нет, не может. Вы сказали, не может. Но если к ней это стремятся и делают это, и оправдывают эти преступления, значит, они идики или не идики. Подождите, а кто это делает, я не пойму. Что делает? Ну вот вы говорите, ну вот они, тот, кто хочет это делать, я с вами согласился. А вы сказали, и они делают это. А кто делает это? Они что приезжают... Смотрите, они... Это не до государства, да? Как говорил ваш этот, как его, Макей. Да? Это визаколонка, которая притворяется государством, да? Захватили у нас Крым. Да? Безус такой. Ну, наверное, да. Ну, факт есть. Это преступление, это дикий поступок. В 21 веке. Ну, была такая ситуация. Что дальше? Америка тоже захватывает территорию. Кого она захватила? В смысле? Он в Ираке 20 лет уже воюет. Что-что? В Ираке уже 20 лет воюет. А вы знаете, почему Америка в Ираке воюет? Почему? Не, вы жители Америки. Я не знаю. Расскажите. Вы знаете, я спрашиваю от американцев, вот у меня 20 с чем-то человек в офисе. Они мне даже не могут показать, где этот Ирак. Ну, и что? Ну, вот просто, когда я их спрашиваю, говорю, вот наша страна воюет в Ираке. А вы гражданин Америки? Я гражданин Америки. И как давно? Ну, я 27 лет здесь. И у вас еще до сих пор осталась дикость от Советского Союза. А почему у нас дикость? Я горжусь тем, что... Смотрите, если вы до сих пор не разобрались, почему Америка и другие европейские государства воевали в Ираке, Ну, это признак. Нет, я как раз-то и разобрался. Нет, ну, признак. А что это? Я как раз-то и разобрался. Я что-то понимаю. Ну, так расскажите, почему? Нет, подождите, вы же пытались мне рассказать. Давайте я не буду вас... Я вам не питался, я вас просил, ну, как у жителей государства Америки, почему Америка воюет в Ираке? Вторглась она в Ираке. Почему? Для того, чтобы поменять систему. И самое главное, не потому, чтобы убрать Саддан Хусейна, а для того, чтобы не было ни в коем случае альтернативной системы продажи нефти. То есть, грубо выражаясь, это было отстаивание интереса доллара. Ну, вы такую ездите, дурацкую на морозе. Да, ладно. Я так понял, что вы никак еще не цивилизовались, хоть и 20 лет в Америке. Откуда вы, знаете, цивилизовался или нет, если вы очки одените, вы можете... Вы можете все, что угодно говорить, что... Вот у вас есть аргумент. Вот у меня есть аргумент. Смотрите, скажите, пожалуйста, когда Хусейн, Ирак захватили Кувейт? И что? Они же сделали это, как говорится, по нашей, по Америке, при нашей американской поддержке. Что, 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 что? Ну, Хусейн, Хусейн, а кто поставил власть? Смотрите, Хусейн захватил чужое государство. И что? Да? И что? Он преступник. Ну, никто, заметьте, не возбухал? И что? Как никто не... Вы помните бурю в пустыне? Конечно. Ну? И что? Когда Соединенные Штаты... И никто его не хотел почему-то убить. Подождите. Когда Соединенные Штаты и другие европейские государства освобождали от Хусейна Кувейт. Помните? Что-то они как-то так освобождали. И заметьте, раз так это до границы и не больше. Почему вы, смотрите, живя в Америке, почему вы до сих пор тупо едите? Во-первых, не это самое, я вас тупым не называл, а чей-то вы меня тупо едите. Нет, смотрите, если вы до сих пор не разобрались, что Хусейн преступник фашистский... Да это вам так сказали, правильно? А вы разобрались, что ли? Смотрите, если человек захватывает чужое государство, это что? Что? Это интересно? Какие? Интересно. Блин, ну, да вы еще и фашисты к тому же явились. А при чем тут фашисты? Вы еще знаете, что фашисты? Знаю. Что это? Смотрите, я заходил, там есть 14... Ответьте на вопрос, что такое фашисты. Ну, вы задали вопрос, я вам ответить хотел. Ответьте на вопрос, что это фашисты. Смотрите, есть 14, 10, 12 признаков. Но мне больше всего признаки из трех этих предложений есть, да? Признак это диктаторский режим, основанный на шовинизме, ведущий агрессивную политику против других государств. Скажите мне, пожалуйста, какая сейчас страна у нас является фашистской? Ну, по вашему... Подходит под эти признаки. По вашим словам, получается, Англия. Почему? У них диктатор есть. В смысле? А что у нас... Королева не правит миром? Это диктатор. Ну, можете сказать диктатор. Почему русские такие тупые дики? Вы мне можете рассказать? Вы знаете, что такое диктатор? А что такое диктатор? Ну, это единобличные правители государства. Королева, смотрите, королева Англии может какой-то указ издать? Да. Вот она, да. Как ты ж... Как можно жить... Вот у нас Трамп не может издать указ, понимаете? Единолично. Вот давайте попробуем подставить. А вы вообще не учились. Ещё какое государство, по вашим умой заключениям, является фашистским? Сейчас, не знаю, ни одного, по-моему. Хотя, если честно... Давайте посмотрим, в каком государстве есть диктаторы. Первый признак. Диктаторы в каком государстве есть? Я не знаю, что вы под диктатором имеете в виду. Смотрите. Человек, который... Кто такой диктатор? Это единоличное правление. Где единолично правят? Кто-нибудь правит? С одной стороны такой нет. Как нету? Смотрите. У... Как она это... Венесуэла? Мадуро, да? Хусейн в Ираке был такой? Ну, был. И что? Ну. И что он хотел... Единолично правил? Да, а как он правил? А как он правил? Как он правил? Да нормально он правил. Ух, и фашистка морда, блин. Вот это цифр. Как вас это держат в Америке фашисты? Это вы. Это вы день победы. Почему я? Это вы день победы. Я что оправдываю? Подождите. Вы оправдываете фашиста Хусейна, который захватил чужое государство. Вы оправдываете это? Подождите. Война в Ираке... Вы это... Смотрите. Вы сказали, что это нормально. Что он нормально правил. Этот фашист, значит вы есть фашист. Если вы оправдываете фашизм. Я такого не думаю, что я оправдываю. Каким захватом чужих территорий. Это что? Это один признак из фашизма. Да? Смотрите. Хусейн был диктатором. Вся история была при захвате чужих территорий. Хусейн был диктатором. А он фашист был? Наполеон был фашистом? Нет. Нет? А что он тогда захватывал территории? Кто захватывал территории? Наполеон. Когда он захватывал территории? А что Наполеон не захватывал территории? Нет. Какие территории захватил Наполеон? Подождите. То, что ему не получилось захватить... какие территории захватывал кто он такое сказал хотя бы карту открутил открывайте карту 1810 год посмотрите под францией сколько было откуда вы думаете французская империя была такая великая сильная вот вам сами мне стыдно что ты морда фашистка я рассказал кого захватил наполеон у поглаза ты день победы празднула драчи а вот захватил наполеон дин победы праздновал какой день победы день победы τι какой день победе че победы день победы великая отечественная мой не 9 мая ты праздновал праздник скажи пожалуйста и ответ только рама я была закончена война или не что 9 мая была закончена война отечественная война когда закончилась великая отечественная война 9 мая не заканчивалась великая отечественная а когда подумайте что такое отечественная война это это война за отечество естественно так когда освободили отечество смысле когда закончилась великая отечественная война 8 мая по берлин 9 мая 8 мая в берлине был подписан о капитуляции германии это освобождение отечества капитуляции германии или как ну да если бы не было если бы не почему россияне такие тупые дики не можете рассказать скажите мне пора когда освободили отечество вы хотели чтобы вы имеете ввиду отечество это когда-то границы а потом опыкновенный нормальный человек понимать что когда освободили отечество тогда и заканчивается война отечественная а когда люди переходят границу на другую территорию воевать это уже не отечественная война или как а что не надо было не надо было разбивать может и надо было ну это уже отечественная война или нет на чужой территории к сожалению да почему я еще раз расскажу запасов почему россияне такие тупые дики не можете расскажу ну почему так почему так тупо ничего не понимали выходить сюда показывать свою глупость глупость у меня фашистом назвали а вот и а вы не празднуете праздник на победы какой по какой победы над фашистской германией ну что ну гну бля смотрите ты чмо бомберовская гну 9 мая 9 мая по москве 8 мая смотрите если вы вдруг родились в берлине 8 мая вам что должны написать паспорт что вы родили девятого знаете в америке понимаете россияне такие тупые дики они обыкновенных вещей не понимают как вы прожив 20 лет в америке остались тупыми дикими ну зачем как можно быть таким тупыми диким почему не знать элементарных вещей если вы родились в америке 8 мая в советском союзе было уже 9 вам паспорт должны выдать за 9 мая за 8 вас подводится там это произошло ну вот видите ну что когда когда был подписан 8 поздно вечером уже было 9 мая так можно праздновать 9 мая чего-нибудь если в этот день нифига не произошло как можно праздновать как можно праздновать чего-нибудь в тот день который ничего не произошло как можно праздновать день который ничего не произошло что произошло 9 мая уникальный долбоёб не не произошло 9 мая 45 года можете мне рассказать что ты хочешь услышать я спрашиваю что вы праздноваете 9 мая что произошло произошло подписание капитуляции когда было подписание капитуляции в 23 часа 8 мая какого числа было 8 8 а вы этого мая что-нибудь происходило лучше вот я родился 6 утра можно праздновать тот день который ничего не произошло это тупость такая что капец вот с этого и начинается дикость и тупость россиян с брехни понимаете когда все стоит ты же гантон тоже праздновал свое время еще раз спрашиваю почему россияне такие и дик тупые и дикие даже прожив 20 лет в америке все равно тупой и дикий почему почему что вас мама не так воспитывала как людей других странах и тему смотрите я тоже вырос в советском союзе но я не такой тупой у тебя наверно где-то кирпичом стукнуло ли доской я не знаю значит смотрите какая у вас логика если вы фашист вы говорите что нормальный человек как вы сказали кирпичом ударить да а фашист должен это по-вашему нормальный человек да почему вот я праздную день победы над фашистской германией а вы нет от кто из нас фашист празднование 9 мая это признак фашизма у нас между между вами начали на сегодняшний день какое государство нас соотносится с признаками фашистского государства мы с вами отошли от этого давайте следующий разобрались и раком это было фашистское государство смотрите диктатор был я не согласен фашистской химическим оружием травил химическим оружием это это сказали я лично не знаю понимаю что тупой что вы как тупой и дикий россиянин все не знаю и хусей нападал на соседние государства это все смотрите это все признаки фашизма на хустини сошлись да на иране еще какие страны у нас есть диктаторами объясните наверно каддафи подойдем как вы думаете россия то есть по вашему путин это диктатор какой один из признаков диктатора как вы думаете какой это подрыв продление изменения в конституции для получения своих полномочий до такого вы никогда не читаете поправки а я читал и витлер делал это все делали диктатор смотрите в пятницу европе парламент как европейский парламент принял резолюцию которая сказал что изменение в российскую конституцию есть незаконно диктатор нас на лицо изменял незаконно под под себя конституцию россии открывали эти поправки атор есть второй признак это шовинизм когда их не фюрер который путин называется почти каждый месяц заявляю что русские украинцы это дадим народ он ведет шовинистическую политику против украины говорит что нет такого народа второй признак фашизма сошел агрессивная политика да есть агрессивная политика нападает на соседние страны 100 процент на фашистское государство россия на вас когда в этом фашистском государстве идут парады так называемого 9 мая честь какой-то победы которой это не было девятого мая до как-то небе завалил помните как российский фюрер путин который года два назад в этом как его в алдае как он гибель со расхвалил кто фюрер российский который путин называется он расхваливал гибель со покажу такого не было покажи мне ссылку хочешь денег заработать хочешь денег заработать смотрите у нас теперь есть фашистское государство россия а вы за эту херню выступаете за фашистов за да да вы празднуете вот эту брехню которая вроде как 9 мая по праздник победы какой-то да эти эти шабаши фашистские которые парады идут на 9 мая это фашистские шабаши да это фашистский шам смотрите если россия фашистское государство правильно мы с вами сошлись это все я никогда с вами не сойдусь и мы есть я с вами сойдусь и опушку кручу то что вы со мной не садим это ерунда признаки фашистского государства на россии сто процентов сходятся смотрите если фашистском государстве помните как у германии эти парады прошу происходить ну так это фашистские парады и как фашистском государстве значит парад на 9 мая это шабаш фашистский так и неправильно посмотрите на долбоеба логика правильно у меня или нет обоснуйте почему я долбоеб то что вы тупой и дикий что вас логики 0 ну вы празднуете то чего не было 9 мая 45 года чтобы ну смотрите вы празднуете 9 мая и в день который ничего не произошло еще и вас еще заставит это самое это ты ставим это как ты праздновать 9 мая чёрт и что ничего не произошло все вы празднули таких вот и ублюдков и фашистская морда и правда и фашистов у меня я убил доска и ленточка сзади меня смотри так фашист фашистов блюдо кли нормальный человек ублюдок ну пошли ты фашист ты нормально себя считаешь нормальным нормального человека убилком интернет когда провели то я не пойму чего вам интернет в дурдом когда провели смотри ты себя счет и фашистская морда считаю что это нормально быть фашистом да если человек считаю что фашистом быть ненормально значит он по-твоему ублюдок почему вы такие тупые дети и на россии что у вас там консерватории не так то даже прожил 20 лет в америке остается тупой и дикий почему почему ты до сих пор фашист почему ты до сих пор фашист я в америке праздную день победы вместе с американцами как ты фашин про смотри давай поставим признаки фашизма подсоветский союз сталин был диктатором нет смотри советском союзе была политика шовинизма не смотри когда выселяли крымских татар или чеченцев по национальному признаку со своих территорий а а нападение на другие государства советский союз делал ты так покраснел сейчас лопнешь я тебя смеюсь дикаря так советский союз был фашистским государством и нет конечно ходит смотри признаки фашизма сходятся на советском союзе нет почему я только что мы только что смотри диктатор был шовинизм был и агрессивная политика против соседних государств было фашистское государство советском союзе так у диктатор сталин а что не был диктатор стали стали даже во время войны смотри даже зайти когда он дуба в дуба резал даже стыкался всырался блин и к нему боялись зайти это что диктатор смотри на совет советский давай другой стороны зайдем ты помнишь фильм 17 мгновений во сне помнишь как стильница партия называла я за он был какой партии он был помнишь кто стиль стиль лиц какой партии не знаю какую партию не помню а теперь партия германии которые были пошли а теперь вспомнить какой был партии ленин и со сталином какой рсдрп и что разница только в одной букве там а тут р фашисты шуте шуте смотри как ты думаешь что такое сокращенное слово нацист называется смотри давай давай другой стороны что строил сталин ленина стали в стройкой как вот какой headers two не строить вставил какой то ли что в этом плохого а какой строй стали строил литлер какой 나오는 тип что такое нацидк знаешь это сокращенные это сокращенное название от национал-социализм. Смотри, и тот чудак и этот строили одно и то же самое, социализм так называемый, да? Это два родственных дружка были, да? Они одно и то же самое строили. Ты мне можешь сказать, где раньше появились концлагеря, в Советском Союзе или в Германии? В Польше. А что, не так, что ли? Нет, не так. Как-то не так. Вот не так. Да ладно. Да вот уж. Мало того, я еще больше могу сказать. Изначально они появились вообще во Франции. И что? Цирк. Смотри, когда из Германии приезжали сюда, в Советский Союз, перенимать опыты по строительству концлагерей, да? Обучали тут летчиков, танкистов немецких. Это как было? Это были два родственных режима, да? Они и тот и тот социализм строили. Да ладно. Ну, смотри, давай еще раз название партии. НСДРП. Называется национал-социалистическая рабочая партия. А тут РСДРП. Российская социалистическая рабочая партия. Партии одинаково назывались даже. То есть, по вашей логике, они были, так скажем, одной вратой. Ну, это родственные идут. Два фашистских режима. Смотрите, я же вам к чему подвожу. Советский Союз, 100% фашистская. Смотрите, диктатор был. Был диктатор. А почему, по вашему... Шовинизм был. Был шовинизм. По национальному признаку в Италии людей. У Италии. Помните, да? Смотрите, агрессивная политика против соседних государств была. Помните нападение на Финляндию? И что, на Финляндию, да? Надо... Нет, ну так, смотрите, все признаки фашистского государства сходятся на Советском Союзе. А теперь все признаки фашистского государства сходятся на Российской Федерации. Да ладно? Тем более, что она говорит, что она наследница Советского Союза, да? Чего? Короче, они, эти фашисты, переняли все фашистское и Советское Союзо на теперешнюю Россию. диктатор есть шовинизма хоть отбавляй и агрессивная политика захват чужих территорий все сходится фашистское государство на россии а по вашей как почему с фашизмом победы празднуем фашистском государстве какую победу праздновать праздную победу фашизма смотрите мы с вами дошли к тому что раз к советский союз как и с российская федерация фашистские государства значит вы празднуете побыть до фашизма в россии это надо было мне очки тоже одеть чтобы понять наверно я понимаю что россия не тупые дики что логики у них нет но она же видно даже прямо сейчас нашего разговора не ну ну быть фашистом и выйти сюда и показывать что ты фашист это стыдно на этом думать смотрите вот эти кадры останутся надолго и ваши внуки посмотрят на вас на вашу морду фашистскую что они вам скажут спасибо скажу это цирк фашист думает что ему внуки за фашизм скажут спасибо как можно быть а вы своих внуков воспитаете в фашистском духе да мне даже предки мои скажут спасибо на том свете причем тут предки там предки там переворачиваются труда такие морды фашистские мой дед мой дед точно не скажет спасибо смотрите ваш дед воевал за что на советский союз ну смотрите советский союз мы с вами разобрались что советский союз был фашистским государством нет не был агрессивная политика порошенко у вас не диктатор был а как можно диктатора вы когда-нибудь видели что диктатора выбирали на выборах а мадуру выбрали на выборах вы только что сказали что мадура фашист а мадуру конкретно выбрали на выборах а тогда к чему ваш аргумент смотрите мадура мадура гоняет уже там я не знаю да он издевается над своим народом это что диктатура и кто вам сказал что он издевается уже дошло до продовольственных пайков государстве это когда этот придурок не может государством руководить но держится на это что диктаторе нет откуда вы знаете что он не может это вам кто сказал до продовольственных пайков это что это он умеет государством руководить откуда вы знаете про продовольственные пайки да зайдите в интернет это все знают ну дикарина все ты меня достал дичь читай интернет готовься не показывали свою кучу друзей оттуда куча оттуда откуда вы откуда вы но я понимаю что я понимаю что ты фашист и тебя друзья фашисты почему-то у тебя никаких аргументов не пошел вот и дебил великолепный уникальный просто чувак конечно уникальный дебил ну чё можешь сказать ну чё вот подводим итоги это капец вот такой вот цирк сожалению сожалению даже в америке вот таких вот в жизни встречаю наверно ну если не каждого второго то каждого третьего точно а и здесь вообще тьма тьма это вот для примера могу сказать если взять штат калифорния в штате калифорнии есть такой город сакраменто это кстати столица калифорнии вот там находится более 250 тысяч скажем украинцев в основном вот это не так вот с такой вот логикой это полный каюк не объяснить человеку нельзя не служит он никогда не хочет а самое интересное что говорится человек уже наверно лет 60 вырос в советском союзе когда-то наверно тоже ходил и праздновал день победы а теперь у него все фашисты и уж тем более страны которые праздную день победы которые проводят парад на день победы все эти страны для него фашистские страны великолепно просто офигеть не знаю вот что они что они там курят что им подливают в воду как говорят американцы он спич лиц нету слов просто блять даже матов не хватает если честно вот вот с такими долбоебами это полный каюк и блин не знаю наверное не стоит об этом говорить но они никогда не согласятся чтобы что-то поменялось чего не хотят они сами не знаю капец но вы сами все видели делайте выводы спасибо